О работе полноценного образовательного кластера в поселке Горки-10 можно будет говорить в декабре, когда откроется новый детский сад. Он рассчитан на 400 мест, включая ясельные группы, и расположен рядом со школой. Учреждение дошкольного образования находится на финальной стадии строительства. В нем будут бассейн, актовые и спортивные залы, игровые и спальные комнаты, медицинский кабинет и пищеблок. Новый детский сад полностью закроет очередность в Успенском поселении, а также сможет принимать детей из района. Зашли в детский сад, который в декабре будет введен в эксплуатацию на 400 мест, который закроет всю очередь существующую в Успенском поселении, еще будет возможность взять детей из других поселений. Здесь же школа, здесь детский сад, стадион, и у нас действительно получился настоящий, в прямом смысле этого слова, образовательный кластер. Детишки попадают в ясельную группу с двух лет и уходят уже отсюда из школы, надеюсь, с медалями золотыми, и дальше отправляются в высшее учебное заведение. Спортивным дополнением к образовательным объектам стал новый стадион. Он расположен рядом со школой, имеет искусственное покрытие и размер 20 на 40 метров. Стадион окаймляет беговые дорожки, неподалеку зона воркаута и площадка для занятий баскетболом, волейболом и теннисом. Полноценное спортивное ядро, несмотря на свое расположение, будет доступно не только школьникам. Поддерживать здоровый образ жизни здесь смогут и местные жители. У нас новшество, мы делаем спортивные объекты на территории наших образовательных учреждений с возможностью доступа для жителей в то время неурочное, когда дети не занимаются спортом на стадионе. Это и выходные дни, и вечерние дни, и раннее утро, когда многие, кто выбрал для себя здоровый образ жизни, хотят бегать, заниматься на воркауте или в какие-то забиваются любительские команды, играют в волейбол или футбол на вот таком современном искусственном покрытии. В нашем сельском поселении вот такого уровня современного стадиона не было. Поэтому стадион, предполагается, будет использоваться с двух сторон. Первая сторона – это мы, то есть школа. Наши ребята, у нас в этом году 914 человек, будут заниматься спортом с первого урока и до конца внеурочной деятельности, где-то до 18.00. С 18.00 ворота доброжелательно откроем, гостеприимно, для того, чтобы жители поселка могли в вечернее время и в выходные дни, когда школа не работает, заниматься спортом и поддерживать свою спортивную форму. Еще одно нововведение, которое планируется реализовать в ближайшее время – создание так называемой «зеленой зоны», где жители смогут совершать прогулки и отдыхать. А из того, что нужно сделать уже сейчас – поставить ограждение возле баскетбольно-волейбольной площадки, чтобы мячи не вылетали за ее пределы. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.